Продукты не растут в холодильнике, а деньги в кошельке. Об этом наш герой знал в детстве. Родители Дмитрия Вихрева, тоже фермеры, выращивали овощи еще в 90-х. Дмитрий пошел дальше. И в этом году на полях Иволгинского района, рядом с картошкой, морковью и капустой, дружно растут арбузы. Как выбрать в магазине вкусный спелый арбуз? В магазине ты уже никак его не выберешь. Чего поступило, то поступило. Но вот, например, этот арбуз у нас полностью поспел. Вот посмотрим снизу. Тут вот большое пятно. Ну, видно, что лежал. Вот арбуз рядом тоже поспел. Но пятна нет, да? Пятна нет. И то, что там постучал глухой или звонкий звук, я до сих пор понять не могу. Для меня они все одинаковые. Единственное, что да, когда сорт более мелкий, его нажимаешь, он даже похрустывает, когда он спелый. Многие действительно думают, что наши арбузы не вырастают большими и до сих пор считают их экзотикой. На самом деле арбузные истории Бурятии больше века. В революционные годы возделывали арбуз. У меня дед рассказывал, что, ну, помнит арбузы, то, что росли у нас в Гильберинской долине. Самая проблема вырастить рассаду. Готовим теплицы, высаживаем кассеты. То есть в месяц у нас она в отапливаемой теплице, все это растет. А потом уже высаживаем грудь. Не, высаживаются вручную. У нас еще до этого не дошли, до специальной техники, да и объема не те. Дмитрий третий год подряд выращивает эти нежные и капризные ягоды. Начинал с одного гектара, сейчас выращивает уже на двух. Фермер хочет, чтобы жители Бурятии знали вкус настоящего арбуза, выросшего не на химии и не за тридевять земель. Но дело это хлопотное. На следующий год уже, не знаю, либо садить уж сразу 10, либо переключаться на какую-то другую культуру. Объемом давит западный арбуз, да, и ценой. Ну, как бы он вне конкуренции, потому что у нас все-таки качество хорошее, но намного лучше, да, у местного арбуза, хоть и цена подороже. Дмитрий признается, без заемных средств и поддержки государства производителю не выжить. Крупные торговые сети с охотой заказывают у крестьянско-фермерского хозяйства Вихрев его продукцию с фирменной наклейкой. Но тут проблема в острой конкуренции с нелегальными производителями, которые работают тут же, в Иволгинском районе. И они без легальных расходов демпингуют по цене. Местные товары производители тоже, ну, как сказать, местные, в кавычках, потому что они и так же приезжают оттуда из запада. Они приезжают, сезон тут отрабатывают, без образования там юридического лица, ни ИП, у них вообще ничего нет. Ну и, соответственно, весь объем, который они сдают, реализуют, они с них не платят ни налоги, ничего. Вчера по соцсетям разлетелся пост про Дмитрия Вихрева и его арбузы. И на героя посыпали звонки с просьбой привезти несколько арбузов. Дмитрий бы и рад, но сейчас ему некогда. Он буквально собственноручно собирает урожай и потом думает, как реализовать. И вот решили в субботу встать на ТРЦ «Пионеры» на площадке и попродавать машины.